Пальшин Геннадий Анатольевич, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и медицины катастроф Медицинского института СВФУ имени Максима Амосова, профессор, академик Российской академии естественных наук, главный внештатный травматолог Дальневосточного федерального округа Министерства здравоохранения Российской Федерации, автор научных работ по эндопротизированию при травмах, ортопедических заболеваниях, онкологии, травматизму, костной патологии, клеточной терапии и организации травматологии в Республике Саха-Якутия и Дальневосточном федеральном округе. Под руководством Геннадия Анатольевича защитились авторы пяти кандидатских диссертаций, докторы медицинских наук. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня я хотел бы с вами поговорить про заболевания опорно-двигательной системы и остеопороз. Я хотел бы объяснить, почему я хочу вам рассказать о данных патологии, то есть заболевания опорно-двигательной системы. Потому что остеоартроз и остеохондроз вместе, совместно с остеопорозом, а также травмами в структуре заболевания, по данным Всемирной организации ВОЗ, занимают третье, а в некоторых регионах и второе место, уступая лишь заболеваниям сердечно-сосудистой системы и онкологии. И инвалидизация при данной патологии, она приходится на самый трудоспособный возраст, начиная от 30 и до 50 лет. Но с увеличением возраста у нас сейчас наблюдается в России и за рубежом повышение возраста. Количество данных заболеваний увеличивается, потому что с возрастом оно прогрессирует значительно сильнее, чем в молодом возрасте. И это одна из причин, которые приводят к тому, что количество данных заболеваний увеличивается. И я, как травматолог-ортопед, вижу, что эти пациенты, которые у нас в настоящее время проходят лечение, и в основном оперируются, их количество не уменьшается, а увеличивается. Несмотря на то, что количество квот на данной операции по замещению, например, эндопротезами суставов или на позвоночнике, увеличивается из года в год. Так вот, это одна из причин заболевания, что увеличивается продолжительность жизни. Также к причинам того, почему у нас становится больше оперируется. Потому что эти пациенты, они начали, в общем-то, обращаться друг с другом и видят, что результат от лечения очень хороший. Если пациент раньше плохо ходил и беспокоили ноги, то сейчас, после операции, они начинают свободно ходить и жить полноценной, качественной жизнью. Поэтому торбозное радио, оно самое, что называется, сильное, когда увидит человек из деревни, кое-как передвигался, и сильно у него беспокоили ноги, а после операции стал ходить, и другой тоже, видя на это, приходит и едет в Якутск, чтобы ему сделали такую операцию. Также из причин того, что вот этих заболеваний становится больше, является повышение качества медицинского обслуживания. Но чтобы сказать о причине, нужно определить, что это за болезни. Остеохондроз и остеоартроз – это дегенеративно-дистратические заболевания. Дегенерация – это обратное развитие. То есть человек до 25 лет растет куда? Вверх. От 25 до 50, до 45-50 растет вширь, и кости у него тоже растут вширь. А после 50-45 он начинает расти куда? Вниз. Никогда переломов не было, а молодая симпатичная красивая девушка или юноша с возрастом стала меньше. Если она меньше, на 2 см стала, или он, то это о чем говорит? Это говорит о том, что у данного пациента имеет место уже остеопороз. Если остеопороз – это метаболическое заболевание скелета. И вот эти заболевания, они тесно связаны друг с другом. Поэтому я решил объединить вот эти три нозологические патологии вместе. Обратное развитие хряща, обратное развитие какой-то соединительной ткани происходит. И это приводит к тому, что заболевает кость. Значит, дистрофия. Что такое? Дегенерация понятна, это обратное развитие, а дистрофия – это нарушение питания. Не питание элементарное, которое кушают, а питание питательных веществ, которые доставляются крови, с помощью крови, клеткам. Ведь кость – это что? Это не палка. Это структура, которая состоит из трех видов клеток. Первое – это остеобласты. Это клетки, которые строит кость. Конечно, у детей их много. Они активные, поэтому человек растет. Далее – остеоциты. Это те клетки, которые у нас поддерживают жизненное состояние клетки. Эти клетки способствуют тому, что кость живая. И при переломах она срастается. Палка не срастается. Дерево живое тоже срастается, потому что там есть клетки. И они делают всё для того, чтобы образовалось основное аморфное вещество. Это для кости, например, взять, которое склеивает эту кость и потом превращается в живую кость. Но там есть живые клетки. И, конечно, третий вид клеток – это остеокласты. Остеокласты – это клетки, которые разрушают кость. Значит, остеокласты, конечно, с возрастом становятся более активны. Гормональный фонд, который имеется у детей в норме, он способствует тому, что данные клетки неактивные. Зато активные остеобласты, которые строят кость. А с возраста возникают дисгормональные изменения в половой сфере как женщин, так и мужчин. У женщин он на 5 лет в среднем идёт раньше. Поэтому у женщин в 40-45 лет уже снижается гормональная половая функция. А это способствует тому, что данные гормоны действуют недостаточно на остеобласты, которые стимулируют образование кости. Тогда начинают проявлять свою активность клетки, которые разрушают кость. То есть, остеокласты, и в результате такого дисгормонального изменения, который происходит как в организме мужчин, так и женщин, у человека развивается постепенно остеопороз. И остеопороз, и остеоартроз, и остеохондроз – это те субстракты, которые текут одновременно. Что первично? Здесь трудно сказать. Одни говорят, что остеоартроз приводит к остеопорозу или остеохондроз, а другие говорят, что остеопороз приводит к остеоартрозу. Для того, чтобы разобраться в данном случае, нужно будет посмотреть, как же идёт распространение данных заболеваний. К сожалению, эпидемиология, остеоартроза изучена недостаточно хорошо. То есть, распространённость в различных регионах. Почему? Потому что очень тяжело изучить распространённость данного заболевания в больших городах. Население большое. Каждого пациента, каждого, не пациента, даже жителя, чтобы изучить это нужно, невозможно этого сделать. А вот у нас Раиса Николаевна Протопопова под руководством Вадима Григорьевича Кривошапкина в 2000 году в журнале «Рематология» опубликовала статью, согласно которому имеют эпидемиологические исследования распространённости остеопороза среди коренных жителей Республики Саха-Якутия. Вы знаете, здесь она изучила несколько деревень северных улусах, где живут якуты и овены. И она 100% 18 лет и старше людей этих деревень просмотрела. Разработали анкету, согласно которой пациент заполняет эту анкету, потом она обрабатывает эту анкету. И пришла к заключению, что у нас на севере остеоартрозы встречаются в 18% случаев. А по данным Российской Федерации от 4 до 36% в разных регионах. Но как определить, как сравнить их, таких исследований проводились. Но по остеопорозу у нас проведено такое исследование. Есть многоцентровое исследование по остеопорозу, где мы тоже приняли участие. И у нас защищено 2 диссертации кандидатские. Это Комиссаров Анатолий Николаевич и Панов Виктор Владимирович, которые доказали, что осложненные формы системного остеопороза у нас в Республике встречаются чаще, чем в других городах уступает лишь городу Тюмени. Чем севернее территория, тем количество данных заболеваний выше. И с чем это связано? Сколько мы работ посмотрели, мало работ, где связь имеется с пониженной инсталляцией. Но Дора Михайловна Кривошапкина, наш детский эндокринолог, провела исследование и защитила кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербурге. Каким образом? Она взяла детей, одних и тех же, летом в июне месяце и зимой в декабре месяце, и взяла у них кровь, и определила содержание кальция и витамина Д3 в крови. И оказалось, что зимой в декабре месяце содержание витамина Д3 у нас значительно снижено. То есть оно находится на нижней границе нормы. А летом содержание витамина Д3 и кальция находится на верхней границе нормы. А у отдельных людей и выше даже бывает. И она сделала вывод, что наши условия, Якутия, с нижним содержанием солнечной инсталляции, у нас мало солнца зимой, и много его, когда летом, это влияет на обмен кальция и витамина Д в костях. Но мы знаем, что витамин Д под действием солнечного излучения в коже человека образуется под действием солнечных лучей, витамин Д. А зимой солнца нету. Зимой у нас в декабре, в январе снижена инсталляция. И вот Анатолий Николаевич Комиссаров провёл исследование и выявил, что в осенне-зимний период количество переломов максимального конца бедра на фоне остеопороза встречаются значительно чаще. Летом данные переломы костей, особенно в июле-августе, этих переломов меньше. О чём это говорит? Это говорит о том, что всё-таки под действием солнечного излучения у нас действительно содержание витамина Д меняется. К чему это приводит? Это приводит к тому, что под действием витамина Д, который у нас образуется в коже, у нас содержание кальция высокое в крови летом. Содержание высокое приводит к чему? К тому, что он начинает откладываться в костях. Кости летом прочные, а зимой? Зимой витамина Д3 нет. Мало его. Выработки содержания парад гормона. Это тот гормон, который способствует тому, что, если с пищей поступает мало витамина, он начинает, даёт команду брать кальций из кости. И под действием парад гормона из кости выходит кальций. И кость становится какая у нас? Мягкая, размягчается. Возникает так называемая остеомоляция, размягчение костей. Нарушение питания – это и есть нарушение кровоснабжения. Незначительное переохлаждение – один из факторов риска возникновения сужения сосудов. Раньше наши деды всегда пользовались чем зимой? Особенно охотники – зайчими шкурками. Зачем? Они закрывали коленные суставы, чтобы их не заморозить. И это приводит к тому, что холод сюда не попадает. А при попадании холода в области открытых частей тела, что у нас происходит с сосудами? Они рефлекторно суживаются и нарушается питание. И если у нас такое происходит, то сосуды, которые питают коленный сустав, в том числе синевиальную оболочку, то есть оболочка, которая находится внутри сустава, то это приводит к тому, что у нас плохо вырабатывается синевиальная жидкость. Сосуды сужены? Недостаточно. Человек начинает чувствовать хруст в суставе, когда двигается у него нога. То есть трение усиливается. И идёт чисто механическое истирание хряща. Один из факторов – это второй фактор. Первый – это снижение инсоляции. Второй фактор – это холод. Третий фактор. Особенно жители городов стали мало двигаться. А что это такое? К чему приходит снижение активности? Это приводит к тому, что идёт застой. Кровь от сердца к пальцу идёт за счёт работы чего? Сердца. А от пальца кровь идёт к сердцу за счёт чего? За счёт работы клапанов в вены. Вена. У них есть такие клапаны. Они, когда сжимаются, они способствуют тому, что клапан не даёт крови опуститься вниз, а он её продавливает вверх. Вверх. И если активность маленькая, происходит застой в клапанах. Клапаны расширяются, и они становятся несостоятельными. Иногда появляется отёк ног. Это тоже приводит к тому, что нарушается кровообращение. Нарушение кровообращения ведёт к тому, что недостаточное питание. Вы знаете, в норме есть процессы окисления, восстановления. То есть вот мы кушаем сахар, а что с ним происходит? Он сгорает внутри. Это взять спичку и зажечь сахар. Что под действием кислорода будет? Он превратится в СО2 и H2O. Точно так же, когда мы его съедаем, он попадает сначала в ротовой полости, потом в желудки, потом в кишечники. Конечным продуктом распада сахара является СО2 и H2O. То есть вода и углекислый газ. Углекислый газ у нас мы как выделяем? Мы выдохнули, и углекислый газ вышел. А вода у нас с потом, с мочой, с калом выходит наружу. Таким образом и происходит обмен веществ в организме человека. И вот эти питательные вещества, например, глюкозы, вот эти клетки, которые там у нас есть, в синавиальной ткани, в кости, в мышцах, они берут и питаются вот этими клетками. Поэтому мы кушаем-то для чего? Для того, чтобы белки у нас превратились в аминокислоты. Аминокислоты являются строительным материалом для организма. Жиры у нас также расщепляются. Конечный продукт распада их является то, что у нас есть СО2, H2O. И также при распаде белков у нас образуется мочевина, кретинин, остаточный азот, который выделяется, мы знаем, чем? Мочой. А то, что утром мы идём, как правило, утром по-большому, это то, что наш организм не переваривает, оно само выходит наружу, и таким образом происходит обмен веществ в организме человека. И вот если нарушается питание, трофика нарушается, нарушается вот этот обмен веществ внутри суставов, позвоночника, внутри костных клеток. Остеопороз – это метаболическое заболевание скелета, в результате которого происходят тоже метаболические изменения, то есть обменные нарушения. И в результате этого кость плохо питается. А если, например, человек, у которого плохо питаются ткани, то есть он мало двигается, то есть не работает помпа, которая продвигает кровь, что нужно сделать? Нужно заняться лечебной физкультурой, подвигаться. Тогда расшевелит это всё. У нас вот бабушки, у всех же есть бабушки. Они что говорят? Вот мазь у меня, о, хорошая мазь. А они начинают что делать? Мазать. Втирают в сустав мазь, позвоночник. А на самом деле что они делают? Они растирают, они разгоняют кровь и тем самым улучшают что? Кровообращение. А потом мазь долго пользуются, они уже не так сильно начинают её втирать. А на самом деле они что делают? Они недостаточно делают себе массаж. И она плохо действует. Поэтому одна из основных форм профилактики – это движение. И вот отсутствие приводит к тому, что у нас плохо двигается кровь по суставам. И поэтому возникают данные заболевания. Ну и что же? Конечно же, масса веса тела. Как влияет на суставы? Я всегда сравниваю с Камазом. У меня сосед ездит на Камазе, возит песок и щебень. И что? Через три года ходовая у Камаза отлетает. Он его быстро продаёт, покупает другой. А трактор в деревне возит сено и солому. 30 лет ездит, хоть бы одно колесо отлетело, потому что возит сено и солому. Поэтому, понимаете, точно так же и у человека. Масса веса тела отрицательно действует на живые ткани. Идёт чисто механический износ хряща. При повреждении тканей, будь то холод, будь то механическая травма, будь то излишний вес, перегрузку суставов, ведёт к тому, что клетки там повреждаются. При повреждении клетки выходят протеолитические ферменты. Протеолитические ферменты приводят к воспалению. Сустав ни с того ни с сего опух. Поэтому клиника что? Кроме того, как боли, опухоль сустава – это основные симптомы данных заболеваний. Или суставов, или позвоночники. Но в позвоночник трудно увидеть, где имеется опухоль. Но если мы сделаем МРТ, то там видно отёк мягких тканей вокруг сустава. И это тоже есть проявление данного заболевания. Ограничение движений. Потому что в суставе накапливается жидкость, и полностью он не может начать двигаться. И это тоже приводит к тому, что возникает ограничение движения как одно из проявлений заболеваний артроза и остеохондроза. Клиническая картина остеопороза – она нет характерной клинической картины. Просто ломота в костях. Но я обратил внимание, у нас приходят люди и жалуются на боли в суставах. А когда я их начинаю смотреть, и если сустав не отёчен, движения у него полные в объёме, то я начинаю смотреть ниже сустава и надавливаю в области метафиза. То есть там, где трубчатая кость, переходит в губчатую кость. И вот здесь многие ощущают боли. И вот когда надавливаю на кость, не на сустав, а на кость, а есть боль, то это говорит о том, что имеет место реакция надкосницы в области места прикрепления мышц, связок. А что это такое? А это есть то, что они реагируют своим проявлением на нагрузку. Ну, если нагрузка небольшая, но масса веса большая, тоже появляется. А иногда и у худых людей, имеет место здесь не иногда, и у худых людей тоже оно такое бывает. Поэтому нужно обязательно обследовать, если сустав у вас нормальный, он не горячий, он не отёкший, движения в нём полные в объёме, нужно посмотреть выше и ниже косточки в области метафиза, понадавливать. И если есть там боль, то это говорит о чём? Это говорит о том, что идёт какие-то изменения в самой кости. И здесь возникает деформация. Деформация какая? Возникает О-образная деформация. А это к чему приводит? Это приводит к тому, что нарушается ось конечности. А ось конечности нарушается? И где больше всего? Как вы думаете, нагрузка где? Вот если идёт призминной ногой и такой, где больше нагрузка у него? У него больше нагрузка по внутренней поверхности. По внутренней поверхности. И идёт чисто механический износ хряща. Делают рентген-снимок и что говорят? Рентген-снимок говорит сужение суставной щели. О чём говорит сужение суставной щели? Сужение суставной щели говорит о том, что там нет хряща. То есть в норме суставная щель равномерна. Она представлена у нас хрящом. А сузилась щель? А бывает так, что она вообще отсутствует. О чём это говорит? Хряща здесь нет. Это уже третья, четвёртая стадия артроза. И поэтому здесь уже лечить очень сложно. Можно снять боль. Можно снять воспаление. Можно как можно больше протянуть первую стадию заболевания, чтобы не прошла во вторую так быстро. Чтоб вторая в третью. Третья в четвёртую стадию. А третья, четвёртая стадия уже лечится только оперативно. То есть идёт механическое замещение сустава искусственным. Или операция на позвоночнике. Когда необходимо произвести коррекцию позвонково-двигательного сегмента. Значит, суть какая? Ну, в первую очередь, это движение. Что? Каждый может? Каждый. Только нужно помочь ему, пациенту, чтобы он правильно занимался лечебной физкультурой. Массаж. Нужно? Нужно делать. Обязательно. Улучшает кровоснабжение. Ну и, конечно же, нужно назначение лекарственных препаратов. Базисная терапия. Это что за терапия? Это терапия хондропротекторами. Обязательно назначают вещества, которые способствуют тому, чтобы поддержать функциональное состояние хряща. Вытяжки из хрящей крупно-рогатого скота. Различные назначают. Алфлутоп, хондролон, хондроксид и все другие. Артропрепарат, террафлекс. Да, нужно его пить? Нужно. Но нужно его пить длительно. И эффекта большого не ждите. Это просто профилактическое уменьшение боли. Не только боли, а заболевания. Но все равно артроз будет прогрессировать. Не пить их, некоторые говорят. Но я говорю, каждый решает сам. В настоящее время существуют новые методики лечения, которые мы стараемся внедрить в лечении заболеваний суставов. Ну вот сейчас у нас в республике активно стали внедряться перпи-терапия. То есть лечение препаратами собственной крови. Мы берем собственную кровь пациента и вводим в сустав, отцентригофугировав ее, чтобы там были тромбоциты. А на тромбоцитах есть факторы, стимулирующие рост тканей. Куда поставили, тут ткань он стимулирует. Если связку, связку поставили, связка восстанавливается. Если в сустав поставили, синевиальная оболочка улучшается. Если кость, ложный сустав, например, не сросся перелом, в кость ставим, и там кость начинает образовываться. Вот этот метод мы сейчас внедряем у себя в республике. Но это новый метод, и эффект тоже пока неплохой у нас, но разные бывают. У одних лучше помогает, у других хуже. Что делать? Вот нужно начинать профилактику внутриутробно. Вот еще человек не родился, а что нужно принимать? Витамин D. Вот у нас кто витамин D принимает? Ну скажите. Дети, педиатры всем назначают витамин D. Студентом стал, в школу пошел, студентом стал, витамин D кто не принимает? Я вот задаю этот вопрос своим студентам. Единицы. Единицы принимают. В школу хожу на профориентационную работу. Тоже единицы. И потом уже бабушки и дедушки, которые стали уже ноги кривые, артроз уже большой, остеохондроз выраженный. Чтобы поддержать, они принимают. А вот молодые люди никто не принимает. А зима-то у нас одна. Как сделать так, чтобы у нас зимой был витамин D? Нужно его принимать. Или ехать на курорты, продлить лето. Но это мало кто может сделать. Поэтому вот такая программа должна быть разработана и государственно поддержана. Вот на этом я и хотел закончить сегодняшнюю лекцию. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Я хотел бы задать вопрос о современных методах профилактики и лечения остеопороза. Я слышал, у вас есть патент на эту тему. Дело в том, что совместно с лабораторией микробиологии под руководством кандидата медицинских наук Ахрименко Яной Александровны провели исследование и выявили, что у нашего населения в кишечнике находится очень много бифидобактерий. А в норме должно быть больше лактобактерий. И на основании этого Яна Александровна пришла к выводу о том, что у нас имеется дисбактериоз в кишечнике. Дисбактериоз приводит к чему? Приводит к тому, что кальций неадекватно поступает из кишечника в кровь. И в результате идет выделение его вместе с каловыми массами. И он недостаточно усваивается. И поэтому она предложила нам разработать препарат. И мы вместе с ней получили патент Российской Федерации. Суть этого патента заключается в том, что мы из нашего натурального продукта молока, коровьего, решили изготовить пробиотик, захваска которого состоит из лактобактерий. Что такое лактобактерии? Это бактерии, которые в норме находятся в нашем кишечнике. Лактобактерии. И вот эти бактерии способствуют тому, что идет там хорошее переваривание пищи. И после того, как она переваривается, кальций свободно поступает в кишечник. Но мы туда добавили еще витамин D и препарат кальция. Обогатили вот эти молочно-кислые продукты вот этим препаратом кальция и витамины D3. Это приводит к тому, что лактобактерии способствуют перевариванию, устраняют дисбактериоз. А витамин D способствует проникновению кальция из кишечника в кровь, а из крови в кости. И это способствует тому, что кость становится нормальной, прочной. И вот этот патент у нас есть. И хотели, чтобы наш патент работал на наше население, чтобы мы население кормили вот этим продуктом. Но, к сожалению, то ли у нас не хватило энергии добить вот эту большую производственную машину. Пока, к сожалению, никто над этим вопросом не заинтересовался. И никому он пока, к сожалению, не нужен. Я сам врач-травматолог и по опыту своей деятельности часто отвечаю с тем, что, к сожалению, качество оказания медицинской помощи у нас в республике существует энная градация от центра к периферии. То есть, если жители Якутска, они еще обследованы и получают лечение по поводу остеопороза, остеохондроза, остеоартроза, то пациенты, которые обращаются к нам именно с лусов, они поступают вот на фоне запущенного артроза, на фоне выраженности инильного остеопороза с переломами и так далее. То есть, они не информированы насчет этой патологии, у них не ведется профилактика по этому поводу. Я хотел бы задать вопрос, почему вот такая ситуация, к сожалению, возникла у нас, и почему наше здравоохранение не может составить все еще дорожную карту для ведения таких пациентов. Понимаете как? В настоящее время количество врачей-травматологов у нас в республике не хватает. И третья практически часть нужна. как быть, особенно в северных регионах, когда население в селах меньше тысячи человек. Там и терапевта-то нету, там только фельдшер есть. А как его посмотрит травматолог? Конечно, он его никак не может смотреть. Поэтому в настоящее время разрабатывается маршрутная карта пациентов. И республиканская больница номер два, центр экстренной медицинской помощи, такую программу в настоящее время разрабатывает. Суть ее такова, что будут производиться выездные бригады. То есть врач на местах, или фельдшер, если там, где врача нет, звонит в центральную улусную больницу и узнает, когда по графику в данный северный улус приедет врач-травматолог. И всех пациентов направляет туда. Я говорю, как минимум два-три раза врач-травматолог должен ездить в эти улусы и там смотреть этих пациентов. Он смотрит в центральную улусную больницу. Если эта больница хорошая и хорошо оснащена, то он может там пропилировать уже часть пациентов. Часть пациентов он отправляет в Якутск, которых там нельзя оперировать. Или ставит в очередь на оперативное лечение, если это нужно. Или назначает лечение, которое необходимо для профилактики данного заболевания и лечения. И проводит. Но дело в том, что врач-травматолог не может в селах читать лекции. Это должны делать врачи-терапевты, врачи-педиатры. И должны воспитывать у нашего подрастающего поколения формирование здорового образа жизни. Слава Богу, наше общество наконец-то созрело к этому. Вот то, что было в 90-х, в начале 2000-х годах, уже уходит в прошлое. И настоящее, сейчас мы видим, что наши люди, наше население к своему здоровью относятся не потребительски, а сохраняющие. То есть нужно сохранить его и приумножить как можно дольше, чтобы оно было здоровое. И вот это самая основа основ. То есть мы должны в общем-то вырабатывать такое отношение здоровье, сберегающую технологию, а как это сделать? Врач как может сделать? Он только может рассказать. А дальше должен принять сам пациент, сам житель нашей республики. Как он должен делать? И если он это осознал и это делает, ему большой плюс. В каких случаях вы отправляете пациентов в центральные клиники? Мы отправляем наших пациентов в том случае, если мы не можем прооперировать у себя. Вот, например, очередь на замену коленных и тазобедренных суставов у нас тысячи с лишним человек. Оперируем мы в год. Мы оперируем в год 400. За пределы мы отправляем 500. В прошлом году отправили 500 человек. Но очередь из 1000 стала 1200. Почему? Потому что люди идут и записываются на операцию. И кажется, мы оперируем больше с каждым годом. Отправляем больше, а не успеваем сделать, потому что результаты хорошие. Вот в этом случае мы отправляем за пределы в Новосибирский институт травматологии и ортопедии, в Барнаульский центр травматологии и ортопедии и эндопротезирования, в Москву, в ЦИТО, в Центральный институт травматологии и ортопедии, он сейчас, правда, изменил свое название, в Питер, куда пациент пишет заявление на имя министра, туда и отправляем. Поэтому мы за то, чтобы улучшить качество жизни нашим пациентам. Влияет ли экология на состояние позвоночника и опорно-двигательной системы? Да, влияет. Дело в том, что у нас идет потребление какой воды? Воду мы пьем в деревнях из чего? Из озер. В озерах количество кальция меньше, когда она превращается в лед, и количество потребления кальция уменьшается. А как я говорил, что количество кальция уменьшается, парад гормонов симулирует остеокласты, и кость разрушается, и вымывается кальция из кости, и поступает в кровь. То есть, недостаток кальция таким образом стимулируется. Да, это очень хороший и нужный вопрос. Якутия относится к регионам, где у нас низкое содержание в воде кальция, который мы пьем. Поэтому необходимо контролировать это и смотреть, чтобы была она соответствующая, чтобы соответствовала нормативам потребления воды. Существуют многие препараты, в том числе такие как кальций, Д3, никомет, и скажите, пожалуйста, насколько они качественно влияют, и помогают ли они при лечении остеопороза? Многие наши пациенты говорят, что мы пьем кальций, Д3, никомет, и он нам не помогает. Вы знаете, для того, чтобы определить, помогает он или не помогает, нужно будет его назначить и посмотреть при лечении наших пациентов. Вот, сейчас же, вот, слава Богу, у нас имеется контроль качества. И ранее многие препараты, готовились где-то в подвалах, может быть, они действительно не помогали, но в настоящее время идет контроль Роспотребнадзора за качеством препаратов, данных препаратов. И лично я сам принимаю кальций, Д3, никомет. Эффективен он или неэффективен, время покажет. Но у меня нет оснований не доверять препаратам, потому что они все сейчас сертифицированы Российской Федерации. и в общем-то выпускаются на фирмах, которые имеют мировой уровень. Поэтому если он неэффективен, то я думаю, что это, наверное, какая-то подделка старая может быть. Но в настоящее время, я думаю, что это исключено. Не знаю. Вот мое такое мнение. Уважаемые слушатели, я благодарю вас за то, что вы прослушали лекцию и задали мне очень интересные вопросы. Если данная лекция будет полезна широкому кругу слушателей, то я буду очень рад. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ